Тебе должно быть пришлось много работать ради этих вещей, Диего. Правда? Не буду есть всё сразу, чтобы надолго хватило. Вот так. Пусть останется на потом. Теперь Рикардо. Такой большой, с кучей деньжищ. Вот такой нам нужен дом с тобой, Йоли. Вот такой. Я помогу тебе найти работу, Диего. Это не мне нужно, а тебе. У тебя же совсем ничего нет. Только не ревнуй, Диего. Я тебя очень-очень люблю. И Рикардо тоже. Очень люблю. Очень. И тебя, и его. Да, я скажу тебе, странная штука эта жизнь. Просто непонятная для меня. Может, не только для меня? Может, для тебя тоже? Да, точно. И когда раз идёшь на работу такой измученный, что и имени своего не помнишь, а делать нечего, надо работать. Что у тебя в жизни творится, неважно. Всё равно, давай, крутись. И с женщинами то же самое. Или ты отдаёшь им все силы, и ничего не выходит, ничего не получается. Ты понимаешь меня? Ничего не получается. Совсем. Ты прав, Артура. Женщины иной раз бывают умнее нашего брата. А может быть, у них другой взгляд на жизнь. Они видят всё в ином свете. Думаешь, что ты их понял, а выходит, что нет. Но это трудно объяснить. Бывает, что происходит что-то у тебя прямо под носом, а ты не замечаешь. Что-то, например, как получилось у нас с Габи. Я влюблён в неё, а она ничего не знает. Хотя чувствует то же самое. Артуро, неужели это действительно так? Конечно так. А что? Ты уверен, что Габриэл у тебя любит так, как ты говоришь, правда? Ты уверен? Да. В жизни всякое бывает, ведь жизнь, жизнь, ты понимаешь? Нет, я не понимаю, мама. Я хочу объяснить тебе, дорогая, что в моей жизни прежде происходили вещи, о которых ты имеешь право знать. Моё прошлое, оно не ушло. Оно в тебе давно. Очень давно. Федерико и я... Я не могла тебе сказать раньше. А теперь... Теперь ты знаешь. Федерико и я... Мы... Добрый вечер. Папа, ты здесь? Да, Рикардо, твой отец здесь. И привели его сюда не служебные дела. А что ты лично? Послушай. Думаю, ты тоже имеешь право узнать, в чём дело. И ты тут… Оно тоже есть. Война, Чёр почти. Продолжение следует...